Всем привет! Вас приветствует пират Джонни! Нет, подождите, это что-то не то, не из той оперы. Давайте начнём заново. Салют, танкисты! Это диско-дансер Ронин. Нет, подождите, это что-то тоже не из той, по-моему, оперы. Давайте попробуем ещё раз. Всем привет! Меня зовут диско-дансер Ронин. И сегодня я покажу вам свой лучший бой 2021 года. Вот именно так. Этот бой будет проходить на карте Руинберг. Я буду играть на Юдисе 14 Альт 5. Вот такая вот расплющенная сковородка 8 уровня шведской ветки. Как по мне, этот танчик прекрасно подходит для вида игры, когда стоишь где-то в кустиках, там отстреливаешь кого-то, или вот что-то делаешь на дистанции. В то же время, если вы захотите поиграть на нём, так сказать, в ПУ-сражение, да, вот где-нибудь рядом с тяжиками, очень большой вариант есть огребсти сразу же и уехать в ангар. Ну, я лично вот именно так огребал. И потом я понял, что это вот такой, знаете, кустодрот, так сказать. Где-то издалека ты стоишь, там, настреливаешь, как на шар футюры, или на имбье бураск. Ну, некоторые играют, конечно, в упор, но я, к сожалению, так не умею. И я вот выбрал для себя именно такой вариант игры. Учитывая, что мы играем почти внизу списка, я решаю в самом начале подъехать к вот этому замечательному сараю, который Wargaming не так давно добавил на эту карту, чтобы была хотя бы какая-то возможность остановить вот этих чуваков, которые летят в этот балкон и застревают там на пол игры, и не дают проехать с левой стороны вашим союзникам. Приехав на место, я, конечно же, никого не замечаю, вижу только вот тут Т49 катается, что-то там пытается светить. Но у Т49, если честно, плохо, всё со светом, ты иногда на нём играешь, он нихрена не светит. Урон наносить он может, но вот чтобы светить как-то ему это всё сложно даётся. Тут я пытаюсь что-то подловить Т49, думаю, не попаду. Однако какая-то часть Т49 влазит, и я стреляю с вертухи, естественно, конечно же, и попадаю в замечательный Т49. Хоть растеряв почти всё ХП, он всё-таки врывается в замечательные эти домики и остаётся там стоять. Пока Т49 пытается понять, что же ему делать дальше, я внезапно засвечиваю Т30, но не могу понять, где он, и потом его, когда вижу, он уже, естественно, уезжает. Каким-то случайным образом Т49 умирает. В этот печальный момент для Т49 я пытаюсь проехать куда-то вперёд и обнаружу, что у меня включается лампочка. Не могу понять, кто меня светит, но через несколько секунд обнаружу, что на нашей карте ездит ТЛС Иван-90, но он просто взял и заехал. Ну и я пытаюсь его немножечко так продамажить. Попадаю один раз, ввиду того, что он решил поехать на меня, я пытаюсь его затаранить, но, конечно же, у меня этого не получается. Ёлка какие-то тут трюки вытворяет и получает ещё одну тычку в зад. В то же время где-то там Проджета появляется, но Проджета мы не видим. Ёлка же в то же время заезжает туда же, где был наш Т49, который совсем недавно ушёл в другой бой. На этом мы с Ёлкой прощаемся, она куда-то девается, естественно. Я пытаюсь хоть кого-нибудь засветить, включая свою супер-пупер-пневмоподвеску, которая есть на этом прекрасном танке. Её, кстати, не было, да, по-моему, когда-то, её потом добавим. Далее подъезжаю к середине карты, чтобы хоть что-то, может быть, увидеть. И обнаруживаю АМХ 50-120, по которому я сразу же палю. И он, естественно, палит по мне в ответ. После того, как мы обменялись снарядами, я заряжаюсь, я вижу, что он мажет, и я пытаюсь выцелить его и стрельнуть. Но он исчезает, естественно, из-за света, я кидаю с вертухи, хрен знает куда-то, может в призрака, может не попал. И, как ни странно, он мне тоже кидает, но попадает в гуслю. И, в принципе, пока наш разговор с ним на этом закончен. Далее я пытаюсь посмотреть ещё какого-нибудь тяжика, который зазевался, но пока ничего не вижу. Выглядываю я туда-сюда, смотрю, и всё равно, к сожалению, никого нету. Пока у нас там какая-то движуха прям на базе идёт. Вот тяжики наши перестреливаются с другими тяжиками, непонятно, кто там побеждает. Я вижу внезапно появившегося ИСА-6, чёрного, который вот тут появился. И, конечно же, кидаю ему взад. Ну, куда же ещё кинуть? Конечно, взад на таки. Он сразу же ретируется и понимает, что что-то тут неладное творится, надо свалить отсюда. И больше, в принципе, он как-то не подставляется. Далее я думаю, что делать дальше, потому что хоть что-то надо делать. Наши пока никуда не давят. Да и давить, в принципе, некому. Два танка у нас тут есть. Вижу, что летит куда-то в ПЗ Муц, в 58-й. Наверное, вспомнил, что забыл дома выключить утюг или чайник. И решил быстро это исправить. Я уже в ожидании ПЗ, который сейчас появится, внезапно вырисовывается откуда-то ёлка. И я, конечно же, его убиваю. Бедняга ёлка получила за ПЗ. Далее я решаю, что нужно попробовать завалить Муца и подъезжаю опять к этому многострадальному домику, да, от которого я, в принципе, уже пол боя играю. И 2000 даже смог настрелять. Каким-то чудом непонятно. Муц сразу же ловит меня в прицел, но стреляет куда-то там мимо. Если честно, я не понял, куда мне Муц там дал, и я что-то смог танкануть. На этом танке обычно ты ничего не танкуешь, обычно всё впитываешь. Тут у нас начинается какая-то заруба с Муцом. Он не хочет отступать, я тоже не хочу отступать. На заднем фоне вижу, что Т26Е4 и Проджета начинают давить наших союзников. Но ИСУ быстро пристроеняет Проджета, и тот отправляется в ангар. И остаётся Т26Е4. И я периодически смотрю и на Муца, и на Т26Е4. Внезапно нарисовывается Муц. Я, конечно же, его пробиваю, но я же играю на голде, естественно. И у меня все, видите, там большие аптечки, ремки, и ещё даже кофемашина стоит в моём танке. Муц скидает мне куда-то в башку. Вот это уже нормальная тема. Я понимаю, что тут что-то творится неватное, потому что там слишком много танков с правой стороны. Я пытаюсь угнать отсюда как можно скорее, потому что иначе я потом уже этого не сделаю вообще. Пока я уезжаю, я вижу, что там Т30 стоит, но когда я уже пытаюсь в него прицелиться, он внезапно исчезает. И его, к счастью, убивает ИСУ-152. Я пытаюсь подсветить хоть кого-либо, но никого, к сожалению, не вижу. И опять у нас ИСУ-152 убивает моего Муца. Точнее ИСУ вообще всех тут убивает в этом бою. Он какой-то невероятно крутой чувак. Пока я туплю и ожидаю хоть кого-либо. Тут никого нету, к сожалению. Вижу, что у нас все плохо у тяжиков. Если быть точным, часть тяжиков осталась у нас вокруг этого сарая, который построил Wargamer. И большая толпа зомби в виде тяжелых танков противника просто пытается сейчас все снести. Я думаю, надо как-то хоть спасти ситуацию, помочь своим пацанам. И выбираю место за домиком, вот за этой кучей хлама. Тут у меня еще АМХ 50-120 едет мой союзник. И первый чувак, который попадает мне в прицел, это ВК. Точнее, попадает сначала Эмиль, но потом выезжает ВК. Его закрывает и я всаживаю в ВКшечку. В это же время Эмиль второй решает, что нужно уничтожить АМХ 50-120. Тот же, в свою очередь, прежде чем отправиться в ангард, забирает с собой ВК. И через секунду сам уезжает туда же. Я пытаюсь попасть в ИСА 6-го черного, но куда-то ему там попадаю в зад. Попытка номер 2, счастливый ИСА, оказывается успешный, и он отправляется в ангар. Далее события начинают развиваться еще с большим темпом. Я замечаю, что Шкода воюет тут с Эмилем. Также вижу проезжающих 50 ТП 112 к Торнвагону. Я пытаюсь хоть как-то помочь нашей Шкоде победить Эмиля в этой невероятной схватке. И Торнвагон убивает молотом Тора 50 ТП. И буквально через несколько секунд наш Шкода Т-56 отправляется в ангар. Тут внезапно нарисовывается имба в виде китайского сарая 112-го. И я, конечно же, сразу же его пробиваю. Он пытается кинуть мне в ответку, но куда-то там это все пролетает. Но это 112-й. Я пытаюсь выцелить его снова, но, к сожалению, попадаю никуда. Пытаюсь я понять, что мне делать дальше. Вижу, что Т-26-4 опять нарисовался откуда-то. Не знаю, что он тут забыл. Пытаюсь я снова выцелить 112-го. Но, к сожалению, снова его не пробивают. В то же время 112-й забирает нашего Торнвагена. Пытаюсь снова кинуть 112-го и рикошет в этот раз. Ну, просто невероятный имба-танк. Потому что со всех сторон он с зашитной броней. И настает минутка затища, потому что счет уже примерно сравнялся. Пока я ожидал Т-26-4, приехала Лафля. Вот такая вот история. Я сразу же их вкидываю на Т-363. И потом пытаюсь заглянуть, что она делает. И я вижу, что она уже пристально следит за мной. Я понимаю, что если сейчас я выйду, да, она мне прокинет сразу же. Ну и, естественно, скорее всего, там чувак сидит с фугасной пушкой, которая сносит 900, там 1000, миллион сразу урона. И я, естественно, уеду сразу же в ангар. Поэтому я пытаюсь его немножечко запутать и переезжаю за другой дом. Ну, хоть чтоб чуть-чуть капелька, знаете, какой-то неожиданности было. И пока еще не знаю, уменьшается ли мой план успехом. Или он сразу же меня снимет с одного выстрела. Выезжая за дом, я, к сожалению, обнаруживаю Лафлю. И Лафля внезапно обнаруживается за трупиком ВК, который вот стоит вот там вот где-то далеко. Я стреляю по нему, я вижу, что он отстрелялся, и для меня включается зеленый свет. Потому что я помню, что у этого сарая есть две пушки. И насколько я понял, в тот момент вот это у него стоит супер-пупер невероятно крутая фугасница, которая попадает раз в 10 раз и перезаряжается целую вечность. И с этой мыслью в голове я пытаюсь его продамажить еще раз. В то же время Т-26Е4, видимо, понимает, что нужно помогать Лафле и пытается тоже что-то сделать со мной. Однако эта мысль ему приходит поздновато, и я уже спрятался за домик. И снова зарядившись, я чекаю, где Т-26Е4. Вижу, что Т-26Е4 куда-то поехал, видимо, наверное, за чем-то там, за хлебом или куда-то в магазин. Судя по всему, потому что он просто взял, проехал, и ему было по барабану вообще. Что Лафля его стоит и умирает. В то же время я вижу, что Лафля куда-то там кидает. И я просто беру, выезжаю, и даю ему куда-то там в танк. Ну, естественно, это же супер-точности все дела. И после этого выстрела я понимаю, что нужно его убивать, иначе будут с ним проблемы. Пытаюсь найти точку, как же в него попасть через, может, через ВК. Но вижу опять кусочек Лафли и кидаю куда-то там, и, естественно, пробиваю Лафлю. Почти в ту же секунду приходит печальное известие об одном из союзников. Мы потеряли ИСУ-152, который сражался невероятно со всеми там. Но, к сожалению, он был повержен Т-26Е4, который поехал в магазин. Я пытаюсь как-то разрулить эту ситуацию и пытаюсь поехать убить Т-26Е4. Но вижу, что он едет прямо на меня. И, учитывая сарайность и картонность моего танка, я решаю отступить. И, естественно, врезаюсь в стену, потому что был пьяный и не смог зарулить в поворот. Встаю за кучей хлама и ожидаю Т-26Е4. Но, к сожалению, он не появляется, и я не могу понять, куда он делся. Возможно, он все-таки нашел магазин или нужную полку. Немного подождав, я решаю, что нужно куда-то ехать и попробовать Т-26Е4 подсветить. Начинаю я ехать не спеша, а глядываюсь туда-сюда, налево-направо. Ну, как вот переходите дорогу, смотрите налево-направо. Вот заглядываю налево-направо, но нигде не нахожу Т-26Е4. И в то же время пытаюсь подсмотреть, не будет ли где-то СТРВ-С1. Но внезапно СТРВ-С1 обнаружится с другой стороны карты. По всей видимости, он стоял там все время и пытался как-то подъехать к нашей СТРВ-103. И в ту же секунду обнаруживается и пропавший Т-26Е4. И он оказывается в том же месте, почти где он и был в последний раз. Учитывая невероятный поворот, я максимально быстро пытаюсь помочь нашей СТРВ-шке. И лечу убивать Т-26Е4, который стоит ко мне задом. Ну, а я делаю это как бы не спеша, сводясь. Однако Т-26Е4 занят своими какими-то делами. И ему вообще все равно, что происходит с его танком. Я выдаю ему еще второй шот. И у него остается 6 хп, ну вот естественно. И я уже рассчитываю, что и третий шот отправится в Т-26Е4. Но однако, как всегда получается через одно место. И третий снаряд заряжается как раз в тот момент, когда Т-26Е4 ускользает из моего прицела. Я предпринимаю попытку его догнать. Но вижу развернувшуюся драму, в которой две СТРВ перестреливаются друг с другом. И пытаюсь помочь нашей СТРВ, забывая про Т-26Е4. Но помню, что он может объехать меня вокруг. Естественно, первый шот у меня улетает в зал. В попытке попасть со второго раза я попадаю в танк. Но попадаю как бы не совсем в танк. Попадаю ему в гусеницу. И как раз к этому времени я уже ожидаю Т-26Е4, который не появляется. Третий шот я не успеваю, к сожалению, дать. Потому что наша СТРВ убил СТРВ С1. Ну и в принципе все. Остается дело за малым. Найти лишь заблудившийся Т-26Е4, который я не знаю куда поехал. Как только бойсковая бригада выдвигается на поиски его, его засвечивает СТРВ. Естественно, конечно, что делает его? Убивает. Ну, я не успеваю. Ну, а зачем мне успевать-то? Ну, в общем, вот такая вот история. Вот так мы и победили. Хотя в какой-то момент игры надежда уже почти нас покинула. Ну, мне казалось, что тут естественно будет проигрыш и слив. Но вот так вот получилось. Это был мой лучший бой 2021 года. И самый такой, знаете, эпический и интересный. Были, конечно, тоже интересные, но вот этот оказался самым эпическим. И на таком танке, как Юдис 14 Альт-5. Очень даже интересная машина. Если вы вдруг его еще не прокачали, возможно, у вас будет от него гореть какое-то время. Но если вы примерно поймете эту машину, я думаю, у вас будут прекрасные бои на нем. Ну, и он сам по себе довольно интересный. Я очень рад, что поделился с вами этим боем. И я надеюсь, что он вам понравился. Если понравился, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Ну, а если вас интересует еще больше боев по World of Tanks, вы сможете найти их в плейлисте, который будет в конце этого видео. Там, правда, просто бои без озвучки. Но в то же время во многих есть интересные какие-то моменты, эпические истории, трагедии и победы. Ну, вот примерно как-то так. Я же на этом с вами буду прощаться. С вами был Дискодансер Ронин. Всем большое спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok